Люди не должны друг у друга силы брать. Смотрите, мы надеемся на мужа, жена надеется на мужа, что он ей силы даст, а мужчина надеется на жену, что она ему будет силы давать. Это полное безумие так жить, полное безумие. Потому что карма одинаковая, понимаете? Если взять два сообщающихся сосуда, из одного воду качнуть, в другом что, прибавляется? Муж и жена — это два сообщающихся сосуда. Сейчас вам объясню, как работает система, чтобы вы знали. Вот смотрите, у меня есть много родственников, да? Мне плохо стало в жизни, мне плохо, у меня плохая карма. Что происходит? Я сосу энергию счастья у своих родственников. Хочу я этого или нет, я начинаю из них выхачивать жизненную энергию. И в результате родственники беспокоятся, начинают. А, может, у него там плохо все? И звонят. Почему не беспокоятся? Потому что пошла выкачка. Мне стало тяжелее думать об этом человеке близком. Я звоню, беспокоюсь о нем. Что у него там происходит? Почему я беспокоюсь? Потому что мне тяжелее стало жить. Почему тяжелее стало жить? Потому что одна система. И веды говорят, утопленник, утопленника из болота не вытащит. Родственник родственника не может спасти. Понимаете? Мы не можем помочь своим детям. Некоторые родители думают, а почему, Олег Геннадьевич, почему у меня дети не слушаются? Я не могу ничего с ними сделать. И куда-то тащат. Я ничего не могу с ними сделать. Потому что карма-то одна. Карма одна, понимаете? Это значит, что нам вместе плохо становится. И вместе становится хорошо. Мы не можем друг друга помочь. Когда вместе хорошо, чего помогать? И так хорошо. Когда вместе плохо, как помогать? Поэтому веды говорят, человек может энергию счастья получать только от Бога и от святых людей. Поэтому человеку и нужно молиться в жизни. Почему раньше люди молились? Потому что они останавливали контакты с святостью. Что такое святость? Это источник энергии счастья. Веды говорят, Бог как солнце. Понимаете? От него исходит энергия счастья. Но человек может искать счастье в человеческих отношениях или в духовных. Одно из двух. Если он ищет в человеческих отношениях, то это как два сообщающихся колодца. Понимаете? Вода высохла в одном. Во втором тоже высохла. Мы не можем получать счастье друг от друга. Понимаете? Когда мы получаем друг от друга счастье, значит вода есть. Но она испаряется. Счастье закончилось. Все. Мы просто страдаем вместе. И все. И ничего не можем с этим сделать. Люди как живут? Они верят друг в друга. Женщина верит, что мужчина ей поможет в жизни. Мужчина верит, что жена. И вот так они друг в друга верят, живут. Это безумие. Человек должен верить в тех, кто дает счастье. Кто реально может дать. Кто может дать счастье? Святой человек. Тот, у кого есть сила быть независимым от обстоятельств. Кто такой святой человек? Тот, кто всегда счастлив. Почему? Потому что он берет силу из правильного источника. Он связан с Богом. Как определить, что человек святой? Очень просто. Надо посмотреть, насколько он зависит от пищи. Допустим, перестать его кормить и все. Будет он нервничать или нет? Если начинать, значит он не святой. Святой человек, он будет спокойно, будет счастлив. Есть у него пища или нет, он будет счастлив. Есть у него сон или нет, будет счастлив. Если у него нормально, он свободен или не свободен, может он в тюрьме сидит, все равно будет счастлив. Святой человек, понимаете, не зависит от тех ситуаций, от которых зависим мы. Это значит, что у него другой источник счастья. Когда человек начинает настраиваться на такого человека, мысленно кланяться ему, служить ему своим сердцем, верить в него, в такого человека. Что происходит? Он от этого святого человека получает силы на что? На то, чтобы побеждать карму своей семьи. Веды говорят, если человек поливает корень дерева, то, смотрите, ствол растет от этого, листочки растут, веточки растут, все растет. Просто полил один корень. Так человек должен поливать корень своего сердца чистотой человеческих отношений. Чистые отношения бывают только со святыми людьми. Мы не можем иметь чистые отношения с родственниками. Мы наслаждаемся ими, привязываемся к ним, надеемся на них. И это значит, что мы потребители. Мы не можем от них чистую энергию брать, потому что мы корыстно на них настроены. К святому человеку мы настроены бескорыстно. Вожделение к святому человеку есть? Нет. Как мы на него настраиваемся? Мы просто верим в него. Понимаете, вот эта вера, это и есть настоящая чистая энергия любви. Вот когда женщина выходит замуж за мужчину, почему она выходит? Потому что она в него верит. Почему она в него верит? Потому что Бог сразу людям показывает чистоту друг друга. Женщина видит чистоту мужчины. Вижу я рассвет в твоих глазах, слышу пение птиц в твоих словах. Солнце, луч любви и свет, что-то там. Ты приносишь мне рассвет. Понимаете, то есть это признак того, что человек видит душу. Вот эти все описания означают духовная энергия. Когда человек видит душу другого человека, он слышит пение птиц в словах. Он видит рассвет в глазах, понимаете? Он видит счастье в человеке. И поэтому люди женятся, отдают жизнь друг другу. Потому что сначала Бог показывает главное. У мужчины есть энергия счастья внутри? Есть, потому что он душа. Он может рассвет в глазах своих иметь. У него в словах может пение птиц быть, понимаете? Женщина тоже душа. У ней тоже есть такая чистота и сила. Но люди из-за эксплуатации друг друга теряют это видение. Из-за того, что мы пользуемся энергией любви, а не служим ей. Потому что мы осквернены вот этим желанием пользоваться этой энергией. У нас нет правильного представления, как с ней обращаться, с энергией любви. Из-за этого мы теряем друг друга, понимаете? Теряем. Мы уже не видим пение птиц в словах человека. Почему? Потому что он сегодня меня хорошо со мной себя вел. Хорошо со мной себя вел. А завтра у него судьба стала хуже, и он уже не так ласково со мной поговорил. Когда человек настроен корыстно, женщина, как она думает? Ага, вот он какой на самом деле. И она начинает видеть в нем плохое. Почему? Потому что получила отрицательный опыт в результате желания эксплуатировать энергию любви. Точно так же мужчина. Он думает, о, какая она ласковая и нежная. А на раз ему сказала какое-то грубое слово, и он так, опа, запомнил. Вот это запоминание является оскорблением души, потому что душа-то, она не грубая, она чистая. Почему же тогда человек грубо себя ведет? Потому что есть судьба. У нас судьба иногда дает нам хорошее настроение, иногда плохое. Что такое судьба? Это наши прошлые поступки. Что мы там сделали, мы за это отвечаем. Но как близкие люди-то это воспринимают? Они воспринимают, ага, значит, ты плохой человек. Почему они так воспринимают? Потому что хотят наслаждаться. Не служить человеку, а наслаждаться. Вот смотрите, если я сейчас буду в своей лекции служить вам, постепенно результатом этой лекции будет то, что у вас, у меня, вернее, возникнет другое восприятие вас как личности. Я начну видеть в вас чистоту. И я к этому стремлюсь сейчас всем своим сердцем. Я хочу увидеть в вас только чистоту. Я не хочу видеть ваши недостатки. Не хочу видеть там и слышать о ваших проблемах. Я хочу видеть чистоту. В этом цель моей лекции. Понимаете? То есть цель человеческой жизни увидеть душу. Мы должны стремиться увидеть душу. Каждый человек соткан из чистоты и глубины. Но в силу того, что мы хотим наслаждаться друг другом, мы не можем это видеть. Потому что желание наслаждаться дает отрицательный опыт отношений с человеком. Мы оскорбляем эти отношения. Мы их предаем. Вот, допустим, смотрите, два друга очень бескорыстно относились друг к другу. И один друг раз начал другого эксплуатировать. Результат какой? Другой уже не хочет с ним дружить. Потому что он уже перестал видеть душу в нем. Перестал видеть чистоту. Настоящая дружба только на чистоте может быть основана. И настоящая любовь между мужчиной и женщиной тоже может быть основана только на чистоте. Но проблема заключается в том, что нет у нас этой чистоты. Нет. Поэтому я вас и спросил с самого начала. У кого есть любовь-то? Кто любить-то может? Кто любит из вас? И многие люди сказали, я могу, я. Это значит, что вы не знаете себя. Веды объясняют, что никто из нас не может любить. Мы скупцы по своей природе. Мы можем любить только себя. Поэтому, как только ситуация создает трудности, близкий человек не может меня наслаждать. Он капризничает, гнусит, ноет, стонет, болеет. Сразу на этом любовь заканчивается. До свидания. Почему? Потому что мы не хотим никого любить. Не хотим. Но когда у человека другие интересы в жизни, он хочет развивать себе эту любовь настоящую. Он хочет служить человеку. Тогда близкий человек болеет, любовь остается. Счастье от него все равно приходит. Почему? Потому что другие отношения. Не наслаждение отношений, а служение. Служение. Если ты не можешь мне служить сейчас, я буду тебе служить, потому что я хочу тебе ответить за все, что ты для меня сделал. За все, что ты для меня сделал. Вот сейчас ты лежишь беспомощный. И я хочу тебе ответить за все, что ты мне сделал. Потому что когда ты встанешь, ты уже не дашь мне этой возможности. А сейчас я хочу тебе сделать все, что я могу для тебя сделать, потому что другой возможности у меня не будет. Это называется любовь, понимаете? Но такие отношения возможны только, когда есть знания. Теперь давайте посмотрим, чем мы занимаемся в нашей жизни. Мы в нашей жизни работаем очень хорошо. Во время работы мы знания получаем, как жить, нет? Нет. Дальше чем мы занимаемся? Смотрим фильмы различные, очень хорошие фильмы. Мертвые не потеют, Санта-Беллиберда, смотрим кабельное телевидение. Очень много интересного мы смотрим в жизни. Там знания нам дают, нет? Как жить? Нам там запудривают мозги, нас там развлекают. Я не так сказал, кабельное телевидение, наверное, ударение туда поставил. Простите меня, перепутал просто слова. Понимаете, проблема заключается в том, что цель человеческой жизни вообще заключается в том, чтобы получить знания о том, как жить. Потому что, видите, мы не собаками, не кошками родились. Они же тоже сексом занимаются, все то же самое. Они тоже гуляют друг с другом, тоже наслаждаются сексом, все то же самое, понимаете? Есть только одна разница. Они не способны понять свои недостатки, животные. А мы можем. Мы можем одухотворить свою жизнь чистотой, настоящими чистыми отношениями. Но мы даже не знаем, что это такое. Вот в чем проблема. У нас нет понимания о себе. Мы не знаем, что мы вечный рас. Мы не знаем, что мы души. Душа означает очень красивое, чистое, светлое, глубокое. Мы не знаем об этом, что это наша природа. Мы сотканы из чистоты, красоты и любви. Все люди. Но мы не живем таких отношений. Почему? Потому что мы просто наслаждаемся этим миром, эксплуатируем его. Когда человек эксплуатирует мир, он забывает о том, что он душа. Потому что природа души только служить. Душа становится душой по-настоящему, способна видеть мир духовный, то есть светлых людей. Видеть свет в глазах людей человек может только в том случае, если он настроен служить, а не пользоваться другими людьми. Но смотрите, интересно, как устроен этот мир. Женщина с мужчиной начала жить. Хочет, хотят они или не хотят. Хотят они или не хотят. Жизнь их заставит наслаждаться друг другом. Мужчина рядом с женщиной не может не наслаждаться женщиной. Им придется наслаждаться. Женщина рядом с мужчиной попалась. Он стал моим. Мне стало спокойно. Все, пошло наслаждение. Наслаждаться друг другом начали, значит, будем страдать. Нет любви. Наслаждаться близким человеком – это не любовь. Это эксплуатация, она приводит к страданиям. Почему? Потому что ты привыкаешь к этой энергии и ждешь, чтобы это было постоянно. А постоянно этого не будет. Не будет этого постоянно. Мужчина не будет постоянно таким же хорошим. Женщина не будет постоянно перед тобой на задних лапках прыгать. Почему? Потому что женщине не принадлежит энергия любви. Она является сама потребителем этой энергии. Мужчине не принадлежит энергия защиты. Он сам потребляет ее. Мы не являемся большими солнцами. Мы не источники счастья, мои хорошие. Источник счастья – это Бог. Поэтому человек должен научиться правильные отношения с этим миром строить. Смотрите, мы пытались разобраться, что делать, чтобы было счастье. Занять свое изначальное положение. Мы должны отдавать этому миру и ничего не желать взамен. Все, что нам положено, будет приходить само собой. По нашей судьбе – это закон. Человек, который отдает – это закон, что ему будет приходить само собой. Это закон. Его никто не может нарушить. Вот сейчас я вам этот закон объясню. Со своей точки зрения объяснить невозможно. Можно только с чужой. Вот смотрите, сейчас я вам объясню очень просто. Если ваш ребенок будет вести себя как паинька, все делать правильно, неужели вы не будете заботиться о нем? Но вы сможете, кто сможет не заботиться о своем ребенке, если он ведет себя идеально? Кто сможет не заботиться о нем? Поднимите руку. Кто сможет? Никто не сможет. Это невозможно. Вот жена, если ведет себя идеально, как муж может не заботиться о ней? Скажите, это возможно? Нет. Потому что благодарность в сердце человеческом возникает. Пускай он наглеет, это факт. Но благодарность-то возникает все равно. Человек не может отменить благодарность. Понимаете, если я веду себя честно, наглеет кто-то рядом со мной или не наглеет, благодарность-то возникает, ее никуда не денешь. Понимаете? Потому что благодарность – это не мое. Это Бога Божественное, Который сидит внутри меня. Мне благодарность не принадлежит. Люди думают, он неблагодарный. Человек не может быть ни благодарным, ни неблагодарным. Он не может быть, потому что благодарность – это божественная энергия. Понимаете, вот допустим, меня кто-то спас от смерти. Я могу быть благодарным, могу быть неблагодарным, но благодарность выйдет у меня из сердца. Почему? Потому что это не мое, это божественная вещь. Понимаете, поэтому, когда женщина служит честному мужу, он становится благодарным. И как проявляется эта благодарность? А вот она проявляется как раз так, как мы с вами обсуждали. Возвращаемся к этому разговору. Когда человек служит близкому человеку, тогда благодарность дает возможность этого человека слушать. Вот когда я благодарный человеку становлюсь, он может мне сказать правду обо мне. В противном случае – никогда. Понимаете, если бескорыстно, честно что-то делает для близкого человека, он становится благодарным. И это значит, что он будет слушать ту правду, которую я скажу о нем. Понимаете, это означает, уже честные отношения пошли. И это значит, что семейная карма, вот эти путы, которые вызывают страдания в семейной жизни, уже начинают разрушаться. И когда они будут полностью разрушены, когда люди смогут всегда говорить друг другу правду. Понимаете, сначала отношения начинаются со служения, а заканчиваются они тем, что я сейчас спою. Серебряные свадьбы, негаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор. Негаснущий костер. Почему негаснущий? Потому что люди постоянно служат друг другу, и костер не гаснет. Понимаете, костер гаснет, когда им пользуются. Когда люди научились не желать ничего от близкого человека, только служить. Не гаснет костер благодарности. Почему душевный разговор? А потому что люди ничего не скрывают друг от друга. Вы заметьте, все родственники, все супруги, муж и жена, постоянно что-то прячут в своем сердце друг от друга. Почему они это делают? Они боятся открыться. Потому что когда они открываются, когда родственники открываются друг другу. Открываются или нет? А когда? Когда выпьют? Ну, чаще всего, знаете, когда открываются родственники друг другу? Когда они ругаются. Вот что значит ругань? Ругань – это значит, что я уже не могу скрывать от тебя ничего, и я говорю тебе всю правду о наших отношениях. Что такое ругань? Там есть хоть тень обмана в ругании? Нет, там вся правда. Ты такая скотина, я тебя ненавижу там и понеслась. Это правда? Все правда. Чистая правда все. А потом, когда отношения наладились, я подхожу к близкому человеку и говорю, я вчера там наговорил, это все неправда. Я хочу им наслаждаться, а вот так не понаслаждаешься же, правильно? Если всю правду сказать, не понаслаждаешься. Видите, как мы живем друг с другом? Мы обманываем друг друга в своем сердце. Почему? Потому что мы не можем любить по-настоящему. Вот это желание наслаждаться друг другом, оно делает человека каким? Лицемерным. Мы лицемерим друг перед другом. Понимаете? Лицемерим. И как победить это? С помощью служения. Но чтобы служить близкому человеку, для этого нужны силы. А силы берутся только от духовной жизни. Вот хотите – верьте, хотите – не верьте. Пробуйте силы брать откуда угодно. Если вы не будете со святостью или с чистотой человеческой строить свои отношения, если не будете жизнь святых людей читать, если вы не будете читать молитвы, если вы не будете в храм ходить, нет куда чистоту эту взять, которую отдать близкому человеку. Где ее взять? В близких отношениях там нет чистоты. Там есть один эгоизм и желание эксплуатировать друг друга. И именно это и надо победить, чтобы быть счастливыми в семейной жизни. Надо именно вот это вот желание эксплуатировать. Мы видим, конечно, желание эксплуатировать в ком? В моем близком человеке. Потом, блин, ну с кем меня судьба связала, а? Вот скотина такой, на эти женщины смотрят. И постоянно жрать просит, не благодарит. И столько мы видим недостатков в своем близком человеке. Почему? Так действует эгоизм. Эгоизм заставляет видеть недостатки в близком человеке и совсем их не видеть в себе. Совсем. Тем более, что женщине вообще просто по природе очень трудно увидеть недостатки в себе. Так же, как и мужчине. Мужчине очень трудно увидеть недостатки в себе. Очень трудно. Особенно в отношениях между мужчиной и женщиной. Потому что мужчина в отношениях между мужчиной и женщиной считает, что у него мужская правда. Означают недостатки мужские. А женщина считает, что у нее женская правда. И то, и другое это просто недостатки и все. Никакой правды нет мужской и женской. Есть правда просто оправдания. Вот женщина, допустим, говорит. У нас в семье все для детей. Это недостаток или преимущество? Конечно, недостаток. Это эгоизм, чистейший воды. Почему все для детей? Потому что смотрите, как работает психика у женщины. Когда ребенок сыт, женщина испытывает счастье. Она берет все у нас для детей. То есть она ребенку раз, накормила его. Опа, мне хорошо все. А муж там будет сыт или нет? По барабану. Смотрите, как работает система. То есть сначала мы кормим детей. Вернее, сначала мы кормим собачку в доме. Потому что всех задолбает, пока ее накормишь. Сначала накормили собачку. Потом мы кормим детей. Потом жена сама поест. Чуть-чуть поклюет. Потом приходит муж. И доедает уже то, что осталось. Теперь смотрите, для чего нужна культура. Веды объясняют, что такое культура. Есть разумные люди, которые создают правила, как надо жить, чтобы все хорошо в семье было. И веды говорят, как работают эти правила. Сначала в семье ест муж. Потом ест жена. Потом едят дети. А потом собачка. Все наоборот. Смотрите, как работает природа человеческая. У женщины есть четкое чувство, что все для детей в семье. А надо для кого? Мои хорошие для мужа. Для мужа надо-то оказывается, а не для детей. Сейчас я вам объясню, почему. Потому что дети-то ваши. И нет. А муж-то останется. Знаете, а муж-то останется. Или, по крайней мере, должен остаться. Если вы не дураками будете. Почему кого-то выше, кого-то ниже? Потому что природа вожделения человеческого или привязанности, по-русски сказать, чтобы понятнее было, она неравная. У женщины очень сильное желание наслаждаться детьми. Оно неравное по отношению к мужу. Детьми желание наслаждаться больше. Это значит, что больше нужно ограничения ставить на это. Иначе будет страдание там, больше страданий. Вот смотрите, я сейчас вам расскажу один момент. Очень важный. Вы поймете, о чем речь. Вот как вы думаете, с чем связан такой феномен? Ребенок рождается, чуть-чуть подрастает, допустим, 2-3 года. Муж из семьи уходит. В чем причина? Да, причина заключается в том, что женщине на мужа становится наплевать. Больше счастья от ребенка идет. Она про мужа забывает. Он чувствует, что любви нет. Его никто не любит в семье. Пошел на сторону. И женщина думает, что... Вот смотрите, теперь мышление женщины. Смотрите, она думает, он, скотина, не понимает, что надо все для ребенка, поэтому ушел. Видите, то есть ее мышление основано на женском эгоизме, который для нее является священным законом. Поэтому и существует писание древнее для того, чтобы священным законом сделать правду, а не наш эгоизм. Есть женская правда, которая диктует, что все для детей. Это означает, дети вырастают эгоистами и потом маму же саму придушивают своим этим эгоистическим сознанием. В чем правда заключается? Женщина должна в семье служить мужу, а не детям. Дети тогда будут служить родителям. Вот в этом заключается правда. Ее надо проглотить. Видите? Теперь в чем заключается правда для мужчин? У мужчин тоже есть своя горькая правда. Она заключается в том, что мужчина думает искренне, что раз он женился, значит целыми днями он должен думать о том, как наслаждаться своей женой. И так или сяк он пытается извлекать из нее наслаждение. А веды говорят, что цель жизни в мужском теле это научиться воздерживаться от наслаждения, которое исходит от женщины. Человек-мужчина должен учиться наслаждаться духовной практикой. Он должен учиться сражаться за свою судьбу. А счастье от жены придет в этом случае само собой. Смотрите, как должен жить мужчина. Он должен быть направлен на Бога, а жена должна быть направлена на Него. И тогда она само собой дарит им счастье. Почему жена будет направлена мужа? Потому что, когда она увидит такого мужа, она от него уже не сможет отвернуться. Женская природа это природа любви. Если женщина видит мужчину настоящего, который идет вперед к самосовершенствованию, она не может отвернуться от такого мужчины. Она становится ему очень верной. Это естественно для женщины. А мужчина, который идет к самосовершенствованию, естественно, будет получать столько счастья, сколько ему и не снилось от своей жены. Но проблема заключается в том, когда мужчина смотрит на женщину и начинает вымучивать части из нее и жены своей. Она звереет от этого. Она готова ему высоропать лицо. Потому что она чувствует, что это неправильно, но объяснить это себе не может. Поэтому она капризничает и капризничает с ним. Капризничает и капризничает. И конца, и краю этого не будет. Почему она капризничает? Потому что чувствует сердцем. Не туда идет его путь жизненный. Не туда. Видите, когда мужчина поворачивается к самосовершенствованию, женщина становится счастливой. Когда мужчина поворачивается к женщине, что происходит с женщиной? Она становится несчастной. Хоть всю жизнь она и пытается его повернуть к себе. Видите, как удивительно. Веда описывает, что мужчина и женщина это как берега и река. Река постоянно подмывает берега. Она течет. Ей надо бурное течение. Женщине нужно бурное течение в жизни. Она подмывает берега. Когда подмыло, что с женщиной происходит? Подмыло берега. Берег подмылся. Что происходит? Уплываем. Течение поменялось. Видите, если мужчина слабак, жена и женщина не хочет с ним жить. Она хочет уйти от него. Она не может уже. Не может его любить. Что значит слабак? В буквальном смысле слова подчиненный энергии, которая исходит от женщины. Подчиненный энергии любви. Слабак. Смотрите, она сама же его хотела подчинить своей энергии любви. Но когда он подчинился полностью, каким он стал? Давайте перечислим. Первое. Зависимый от настроения женщины. Слабак значит, да? Ну, подчинился энергии любви. Зависит от настроения женщины. Раз. Второе. Все проблемы в жизни решает с помощью жены. То есть, как это? Допустим, ему плохо на работе. Давай секс. Еще какие-то проблемы. Давай секс. Давай то. Давай наслаждай меня. Давай покушать. Давай секс. Давай то. Давай сё. Сам не может решать проблемы. Надо решать с помощью наслаждения, которое он испытывает от жены. И женщина чувствует это и начинает звереть от этого. Почему? Потому что она чувствует, что жизнь идет в неправильном русле. С одной стороны, она тянет его к себе. А с другой стороны, вот это вот его желание только о ней думать и как бы и наслаждаться только ей приводит женщину к такой раздражительности, что она самой собой ничего не может сделать. она так сильно страдает от того, что мужчина постоянно в зависимости от нее находится. И она уже места себе не может от этого найти. И она терпеть такого мужчину не может на самом деле. Вот слово терпеть здесь очень хорошо применено. Терпеть не может. У нее нет терпения по отношению к нему. Вы согласны, женщина, или нет? Я сейчас глубокие вещи очень тайные говорю. То, о чем никто не говорит, все молчат. Да? Так чем мужчина должен заниматься в жизни? Он должен идти вперед, понимаете? Он должен самосовершенствованием заниматься, он должен работать над собой. Но у нас вся культура как построена, вся культура. Смотрите, с детства мальчикам говорят о том, что главное в жизни это секс. Мальчикам говорят, если ты крутой в сексе, значит, ты все классно у тебя, значит, тебе жизнь удалась. Поэтому ты должен стремиться всю жизнь к сексу. Ты должен овладевать женщиной. Вот в этом смысл твоей жизни. А в древней культуре что мальчикам говорили? Говори, не волнуйся, если ты станешь мужчиной, женщина сама будет за тобой идти. Она тебе даст всю свою любовь. Не переживай по поводу этой энергии любви. Она тебе само собой достанется, если ты будешь правильно в жизни идти правильным путем. Поэтому выбери аскезы, выберите работу над собой, выбери самоконтроль. Не поддавайся женской энергии лишнего. Старайся воздерживаться от этого. И тогда ты сможешь ее любить. Потому что, смотрите, если мужчина не эксплуатирует энергию женщины, значит, как он к ней относится? Когда мужчина эксплуатирует женскую энергию, он как к ней относится? Как к объекту наслаждения, красоте. Он видит только в ней красоту, а проблемы в ней видит он или нет? Она ему, допустим, говорит, мой дорогой муж, мне так сегодня тяжело, пожалей меня. Он говорит, да все нормально, что тяжело? Да ничего не тяжело. И пошел. Видите, он не хочет видеть ее сердце, вообще не хочет. Он хочет только и наслаждаться. Когда ей тяжело, до свидания. Когда легко, наслаждаемся. Когда тяжело, до свидания. Теперь, что такое любовь на самом деле? Когда тяжело, здрасте. Пришел к жене, видишь, тяжело. Начал ее успокаивать, жалеть. Она эмоции на тебя выплеснула, переварил. зная, что это любовь. Любовь только с позиции знания может действовать. Она не может действовать спонтанно. Нужно знание. Вот что значит любовь? Любовь, это значит, пришел к женщине и успокоил ее. Сейчас я вам это докажу. Вот смотрите, женщины, внимательно следите за моей мыслью сейчас. Как у вас сердце реагирует? Внимательно послушайте. Смотрите. С одной стороны, муж, у вас хорошее настроение. Муж подходит, целует вас, обнимает. У вас хорошее настроение. Один вариант любви. У вас сердце родилась любовь определенная от этого. Несомненно, это любовь. Теперь второй вариант. У вас плохое настроение, вам плохо. Муж приходит, сидит рядом с вами, гладит вас по голове, говорит, все будет хорошо, не волнуйся. И вы успокаиваетесь просто. Не то, что вы там так произошло чудо, что вам так хорошо стали, что вы начали обниматься. Нет, у вас такое тяжелое настроение, что вам не до этого. Но он просто пришел, вас успокоил. Теперь у меня к вам вопрос, женщины. Где больше любви? Где сердце больше почувствует любовь? Там, где когда от вас идет вот эта энергия наслаждения, вы улыбаетесь, у вас все хорошо, и муж наслаждается этим. Один вариант. Второй вариант. Он подходит и просто вас успокаивает, когда вам плохо. Когда вы в беде находитесь. У вас сердце больше к этому чувству, да, возникает? Знаете, а вот у него не возникает. Он когда успокаивает вас, у него не возникает наслаждения. У него в сердце наслаждения в это время не возникает. Он это делает из последних сил. правда. 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 Правда, мои хорошие. Потому что вы не пробовали даже успокаивать жену, когда не успокаивается. Если бы вы знали, как тяжело ее успокаивается. Конечно, когда она такая, а, плачет печально, вы подошли, успокаиваете. Так хорошо успокаивать жену, когда она чуть-чуть печальная. А когда жена по-настоящему страдает, у вас в доме будет пыль кромыслом стоять. Когда ей по-настоящему плохо, вы не подойдете к ней погладить. Она подойдет меня. Она как кобра в это время. И вот тогда вы сразу утекаете оттуда. Знаете, что ничего хорошего не будет. А вот в это время, если мужчина все-таки, да, сейчас я закончу. В это время, если мужчина действительно подходит к женщине и успокаивает ее, в ее сердце остается глубокий след благодарности. Понимаете, потому что это и есть настоящая любовь. Настоящая любовь проявляется только когда близкому человеку очень тяжело. Она не проявляется, когда нам хорошо обоим. Когда нам хорошо, само собой, мы будем балдеть, друг от друга. Настоящая любовь проявляется, когда тяжело очень близкому человеку. И верность от чего у женщины в сердце возникает? От того, что мужчина вот эту свою силу внутреннюю отдает на служение. Он заботится о ней не тогда, когда хорошо о ней заботится, а когда ему трудно это делать. Понимаете, когда женщина психически напряжена, у нее не хватает даже силы просто ответить на его благодарность. У нее нет на это силы. Она просто сидит как вкопанная, он ее гладит, что-то ей говорит, она даже ответить не может. И вот в это время рождается верность у нее в сердце. Если он все равно продолжает ей служить, она потом думает, это настоящий человек, настоящий, неподдельный. Она будет верить в него, понимаете, верить ему этому человеку. То же самое и наоборот. Вот смотрите, допустим, мужчина пришел с работы, его выгнали с работы, он пришел такой, расплакался, он потерял себя полностью, понимаете, потерял себя. Женщина не может это терпеть, когда мужчина как тряпка или он напился как свинья пришел, потому что у нее все плохо. И женщина в это время, она не пинает его ногами на кровать, а она терпит это, что муж сломался. Сидит рядом с ним и когда ему стало полегче, она проявляет любовь и заботу до последнего. Но ей в это время очень тяжело. Когда он увидел то, что так жена себя ведет, он думает, настоящий человек рядом со мной, я не буду больше пить рядом с такой женой, зачем мне пить рядом с таким человеком. понимаете, что такое любовь? Я вам сейчас объясняю, как она действует. Настоящая любовь, она другую природу имеет. Не вот это вот ла-на-на. Это что мы делаем? Мы просто эксплуатируем энергию любви. Настоящая любовь, что это такое? Это когда мне тяжело и близкий человек обо мне в это время заботится. Это его любовь проявляется так. А у меня и сердце что выйдет? Ответ на любовь. Как этот ответ построена? Она построена из того, что мы живем вместе пока нормально. Чуть похуже стало. Это что значит? Что мы до любви в своей жизни, вот до любви не доходим, мои хорошие. Не доходим. Почему? Потому что кишка тонка. Та культура, в которой мы живем, она даже не понимает, что такое любовь. Понимаете? У нас настолько мы деградировали в своем понимании, что такое жизнь и что такое любовь, настолько деградировали, что мы до того момента, когда она может начаться, даже не доживаем. И причина заключается в том, что у нас не хватает возможности связываться с источником счастья. У нас не хватает силы наполнять себе этой энергией счастья, чтобы потом ее отдавать столько, сколько нужно близкому человеку. Не хватает силы. причина заключается в том, что мы повернулись от духовной жизни к материальной. Мы материально-технический прогресс сделали основой своей жизни. Понимаете? Те безделушки, к которым мы стремимся сейчас всем своим сердцем, они нам вот эту глубину и полноту внутреннюю не сделают. Они сделают спокойную жизнь. Там холодильник есть, там все классно, самолеты летают, там деньги есть, там машины есть, все хорошо. Это называется что? Просто спокойная жизнь. Это значит, что ничего плохого нет, просто спокойная жизнь. И у меня жизнь спокойная, у меня все нормально, но счастья здесь никакого нет. Счастье возникает от очень глубоких отношений, а для того, чтобы они были, надо силы свою вкладывать во все больше и больше и больше и больше и больше зарабатывания денег, а силу свою вкладывать во все больше и больше и больше и больше духовную жизнь. И веды говорят, когда человек увеличивает свою духовную жизнь, он становится личностью, у него хорошие черты характера тоже развиваются, а это означает, что у него будет и с делами хорошо, и с бизнесом хорошо, и со всем. Понимаете? Культура пошла не туда, в этом проблема. Мы не пошли в ту сторону развиваться, в этом главная проблема. Почему семьи рушатся? Смотрите, там, где восточная культура есть, статистика совсем другая. Веды говорят, как определить, насколько люди счастливо живут по статистике семейной жизни. В России, я не знаю, как в Латвии, сейчас 80% разводов. Это значит, что 80% семей, которые создали семью, там, пам-пам-пам-пам-пам-пам, вы муж и жена. Вот 8% этих людей разводятся в течение жизни. Это значит 80% разводов. Страшно? В Индии 1% разводов. 1. Почему? Потому что там есть культура понимания, что такое семейная жизнь. Думаете, они меньше страдают там в семье? Также страдают. Они знают, зачем семья создается. И что там нужно делать в семье, чтобы было счастье? Мы не знаем этого, потому что вся культура, которая создана вокруг из этих вот фильмов гламурных, которые нам показывают, что все вот там, все классно, вот это нам все показывают, понимаете? Или вот все, больше нам ничего не показывают. Нам не показывают, что такое верность, нам не показывают, что такое любовь. Этого ничего не показывается, понимаете? Культура вся, мы это все смотрим, впитываем в себя, и что думаем, что такая жизнь, такая должна быть жизнь. жизнь совсем другая, она соткана из внутренней жизни, веды говорят, что такое жизнь, теперь давайте разберемся, что такое жизнь, что такое отношение мужа и жены, что это такое? Жизнь протекает в молитве между мужчиной и женщиной, потому что карма, когда мы разговариваем друг с другом, включается карма, когда я сижу просто один возле святого человека фотографии и молюсь ему о том, чтобы у мужа или у жены все было хорошо, вот это жизнь. И в это время создаются чистые светлые чувства, связывают меня с близким человеком, вот это жизнь. Когда я с ним начинаю общаться, то эти чувства тают светлые чистые, почему? Потому что карма включается, карма заставляет меня наслаждаться человеком и страдать от него, а что делает настоящая жизнь? Она вводит в отношение божественное. Человек, когда внутренней жизнью живет, видите, внутренняя жизнь, даже многие не знают, что это такое. Многие люди даже не пробовали молиться в своей жизни, они не пробовали желать всем счастья. Пробовали материться, пробовали потреблять энергию счастья, но отдавать забыли, как это делается. Сейчас будем тренироваться. У нас сейчас заканчивается лекция и в конце мы тренируемся. Вас устраивает лекция? Нет? Все нормально? Все хорошо? Все удовлетворены? Я не отвечаю на записки, мне некогда просто. Но утром утренняя лекция будет из этого состоять. Те, кто хочет на записки ответы, там уже семья и карма будет там, потому что карма в записках. Мы будем говорить про семью, будут ответы на вопросы уже идти с утра. Давайте все сядем прямо. Сейчас мы будем сражаться за свою судьбу. И способ такой, это древний способ, как это делать. Да, прежде чем этот способ как бы начать, я хочу вам сказать одну вещь, что вот есть Лена, которая организует уже много лет мои лекции здесь в Риге. И вот если мы хотим, чтобы мы развивались, то нужно, чтобы здесь в Риге был какой-то центр для этого, понимаете, какая-то возможность какая-то. Елена, она сейчас прилагает усилия, она купила землю определенную, где могут проходить такие погружения, ретриты. что значит ретрит. Понимаете, вот лекция прошла, мало что понятно, когда люди собрались вместе, пожили неделю и погрузились вот в это все понимание, как жить, тогда уже результат другой. Нужно отделять себя от обычной жизни и периодически погружаться куда-то. Для этого нужно специальное место. И вот я просто вам докладываю, что есть люди, которые целью своей жизни ставят вот эти вещи. Ясно, что такие центры не могут давать какой-то доход, какую-то прибыль, это для души делается, понимаете. Вот поэтому вот они сейчас начали под Латвией 50 километров от Риги, да, где-то, вот делать такое место, где люди могут приезжать, собираться вместе и работать над собой. Вот я завтра на лекции, в конце лекции вечерней. Я вам расскажу об этом подробнее, мы даже немножко покажем видео, ну там покажем об этом немножко проекте, расскажем. Больше ничего не буду поговорить, а то вы подумаете, что это реклама. Я просто хочу, чтобы в Латвии развивалось вот это вот знание, чтобы было какое-то место, где можно было учиться. Так, смотрите, что сейчас мы будем с вами делать. Мы будем поливать корень дерева. Вот сейчас, когда мы будем повторять «Я желаю всем счастья», мы должны забыть о своих родственниках, о своих детях, надо об этом забыть, что когда мы думаем друг о друге, от этого счастья не прибавляется. Надо нас сейчас думать о тех, кто является источником счастья. Вспомните святого человека. У каждого есть своя вера. Мы не собрались, чтобы менять веру, мы собрались, чтобы вспомнить святость. У каждого человека есть святой человек на памяти, чистый, возвышенный человек, в который вы верите. Нужно что сделать? Нужно вспомнить его. Когда человек кого-то вспоминает, он немедленно ли контактирует с этим объектом. Хоть вы об этом не знаете, я вам это докладываю. Потому что я каждый день по фотографии людей тестирую, каждый день с ними контактирую. Я знаю, как это происходит. У меня есть опыт. Нужно мысленно кланяться святому человеку. и захотеть, потому что желание человека является основой для его судьбы. Чего мы хотим, к тому мы и стремимся. Если мы хотим наслаждаться друг другом, одна жизнь, хотим служить, другая жизнь. Понимаете, человек сам властен выбирать, хочет он к свету идти или к страданиям. Итак, способ очень простой. я мысленно кланяю святому человеку и внутри себя прошу, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить, сделай меня инструментом в своих руках. Это мы говорим внутри, а снаружи мы повторяем, я желаю всем счастья. Знаете, почему? Потому что святому человеку больше ничего не надо. Он хочет, чтобы все были счастливы. Он про себя забыл. Кто такой святой человек? Это тот, кто про себя забыл. Он думает только о благе других. Кто такой обычный человек? Это мы с вами. Мы с вами постоянно всю жизнь думаем только о благе себя и своей семьи. Это означает несчастное существование, которое никогда не закончится. Потому что душа становится счастливой, только когда она про себя забывает. Как про себя забыть? Для этого нужно вспомнить святого человека. Да, человек вспоминает, я хочу тебе служить, счастья, я желаю всем счастья. Цель того занятия, которое мы сейчас проводим, когда у вас все это свяжется, когда вы почувствуете святого человека, когда я желаю всем счастья будет от его имени, и вот это все соединится вместе, тогда корень дерева начнет поливаться, тогда вы почувствуете в сердце спокойствие, и в этот момент все ваши родственники получат от вас то, чего они ждут, они получат от вас счастье, которое вам не принадлежит, оно принадлежит святости на самом деле. Поэтому я каждый день по два часа и молюсь, вспоминаю про своего наставника, вспоминаю, что я должен сделать что-то хорошее для людей. Моя лекция не является результатом моих знаний. Я когда шел сюда пешком, вот сюда на лекцию, я просил своего наставника, пожалуйста, сделай меня инструментом в своих руках. Я тупой, бездарный человек. Все, что я говорю, ничего я в этого не выполнил в своей жизни. Я так и остаюсь несчастным потребителем энергии чужого счастья. Я так и не смог сделать себя таким человеком, который только дарит энергию счастья. Так и не смог. Поэтому дай людям счастье, дай этим людям возможность понять, как правильно жить. Ты знаешь, я не знаю. Вот так я думал, так я был настроен. Давайте сейчас в этот настрой попытаемся все вместе найти, пойти. Мы будем повторять слух спокойно, не торопясь. Я желаю всем счастья, все вместе. счастье. А внутри будем желать, чтобы это счастье, которое я желаю, желал через меня святой человек, о котором мы думаем. я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.